Добро пожаловать на канал ProgBlogTV. Рядом со мной Михаил. Ты закончил достаточно престижный вуз, МФТИ. Расскажи, как была построена учеба? Давай переформулируем вопрос. Ну, давай, переформулируй. Ты все время жил в Сиэтле? Да, я переехал в 2006 году в Сиэтл, работал на Микрософт. Отработал в Микрософте 6-6,5 лет. Потом перешел, поработал в Фейсбуке полтора года. И последние несколько лет я занимаюсь своими стартапами, проектами. Ты наверняка видел процесс собеседования уже с другой стороны. Проводил это, правильно? Расскажи, во-первых, как устроен он в Микрософте, этот процесс. Ну, насколько он типичен для американских компаний? Ну, я вообще и в России это проводил, потому что я свою команду. Да, ну, давай, допустим, сравним с российской. Ну, смотри. То есть здесь, как бы, HR, как бы, все-таки немножко больше для этого процесса отбора людей. Почему? Ну, я такой важный момент для себя понял. В резюме должны быть ключевые слова. Очень часто они, как бы, сами не до конца не понимают тему, как бы, программирование, IT-разработка. Они, как бы, отсеивают кандидатов, которые потенциально хорошие, потому что у них не было ключевого слова. Поэтому резюме должны быть хорошо написанным. Иначе просто это резюме здесь можешь не доехать до аргутаторий, до программиста или до менеджера, который принимает решения. То есть в России это, мне казалось, менее важно, там, ну, то есть ты написал любое резюме, как бы, более-менее такое подходящее, и прошел, как бы, дальше на следующий этап. Здесь можно просто не попасть, как бы, к человеку, который понимает, о чем здесь написано. Ну, их к роботам отдают, и роботы отсеивают по ключевым словам. Да, 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 я не знаю, там полная автоматизация или там такие люди просто, ну, как бы, менее квалифицированные, которые, как бы, что-то знают, но в итоге они, как бы, делают достаточно рандомно отбор, как бы, получается, как бы, приходили на интервью люди здесь, которые, ну, вообще, как бы, почти что-то не могут ничего программировать, то есть они не могут, допустим, связаны, ну, понять, связанного списка для них, это, как бы, такое, что-то затрудняющее себя. Я вам говоришь, интервью организовано раундами, то есть, как бы, ну, начали, то есть, как бы, вначале тебе отбирают, как бы, отсеивают, как бы, через резюме, потом, как бы, с собой проводится какой-то скрин, то есть с тобой вначале, может быть, HR, как бы, за какие-то ключевые вопросы, убедить, что ты адекватный, там, в общении и так далее. Потом к тобой спланируется, вот, именно с техникой, с техникой скринин, то есть, их, как бы, специалист, как бы, с тобой, как бы, на телефоне говорит, или, там, по Skype, или по Zoom, там, есть разные другие там приложения, да? Да. Они, как бы, запускают блокноты, в которых ты пишешь код, как бы. А, соответственно, как бы, очень важно, пока, ну, им увидеть, как бы, которые проверяют тебя, увидят, что ты реально думаешь, что ты пишешь код, как бы, для тебя это мысменный процесс, как бы. Потому что, если ты напишешь идеальный код, как бы, например, задачу, ты ее знаешь, или у тебя вдруг сидит, там, учебник открыл ее и показывает вот это решение за 이 задачей, это перестановка, там, элементов массива, там, какой-то, и так далее, сортировки, или просто такой раз, 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 напечатал код. Или там рens под стола. Да, например, как угодно, да? То это не то, что нужно, как бы. совершенно нормально сказать ошибки когда печатаешь совершенно нормально как бы уточнять код перерабатывать и далее никто никого не будет в хороших компаниях то есть никто не ожидает идеально ответа сразу очень важно пока увидеть как бы что человек думает блоть парой ошибки можно указать на ошибки этом подсказка боюсь и проверяющий я вижу чак ошибается я могу сказать куда копайка бы такие граничные условия проверить в тесте сайт какой-то цель спортсию так далее но опять же отпишь сам свой код то важно важно саму продумать какие-то из тесты boy что дикессVEC 쓰 GoPro пробовать к своем коде чтобы ты сам себя проверил . бы того там и в крайне значения там исканичный ввелист так далее что по слову ты говоришь что то нужно тестировать а если человек которого я проверяю сам это начать тестировать к самым перепишу перепишись какие значения на тестировать ну я даже могу не спросить кого нужно предложить подехать проверить на этом на этом этом нет она я уже понимаю, что этот человек хороший уровень, с которым мне интересно общаться. Соответственно, когда проходится технический скрин, я делал предварительно, да, хороший, стоит наше время тратить, потому что в чем фишка, для чего это делается вначале один человек, потом уже полный раунд, чтобы отсеять эти случаи, когда человек негодный, он приходит на это интервью, во-первых, наше время теряется, как компания, как людей, которые полный раунд, обычно 5 интервью с техническими людьми, некоторые из них принимают решения на базе психологического портрета, на базе общих вопросов, ну, технические вопросы, большая часть этого процесса интервью, да, и, во-первых, 5 часов, как минимум, 5 человек по часу тратится, это много, да, а, во-вторых, ну, человек к себе придет, он будет недокладно себя чувствовать, когда он не готов к интервью, то есть, как бы, надо проверить, как бы, дать ему понять, какой уровень будет задач, как бы, и дальше он приходит, он уже знает, что он может что-то решать, и мы знаем, что он может решать, все довольны, как бы, и хорошим впечатлением, потому что, когда потом следующий этап, последний этап, как бы, человек приходит на раунд интервью, бездна, есть разные люди, разные компании по-разному процессу построен, но обычно есть, как бы, decision making, в принципе, ну, как бы, часто, как бы, бывает компания вроде Google, а там, где все, как бы, влияют, и, как бы, любой, как бы, ноу-хайр, как бы, или, там, любой, как бы, уже, значит, что человек не пройдет, как бы, каждый, как бы, человек, из людей, которые проводят интервью, они уже влияют на процессы, а бывает, как бы, в компании, там, я, в конце концов, как бы, сразу, то есть, конечно, есть кто-то жестко скажет, что нет, не подходит, как бы, то все плохо, но, в конце концов, как бы, если все говорят, ну, нормально или хорошо, как бы, то прямое решение, там, decision, harry harry decision manager, как бы, то есть, в конце, как будет, лупа будет менеджеру, к нему ты попадаешь обычно, если, там, все предыдущие сказали все хорошо, тогда менеджеру говорят, что, вот, там, вася вася поговорил все довольны принципе он сидит лобби вы хотите поговорить ну и менеджер да хорошо давайте поговорим либо там все окей ну я даже не буду говорить все нормально как вот там допустим обычно десерим как десер менеджер хочет поговорить с человеком тропинциально прошел то есть какие еще вещи бывают такие люди которые заточены на поведение как работа в команде двигались на более высокие позиции кроме технической задачка вы простых кого там всякут алгоритм решить задачу есть люди которые занимаются дизайн вопросами . получаешь задачу спроектируйте нам амазонская типовая задача какая-то которая уже больше не задают спроектируйте нам лифт оптимальный элеватор как он будет работать и будет находиться контролы как бы допустим нас несколько шахтам допустим нас несколько там уровне тоже и кого так далее как все лучше сделать как-то сделать оптимальное то есть есть дизайн вопросы вопросы кубовой части вопросов скорее всего будут связаны с деятельность компании то есть если это допустим фейсбук то это будут вопросы там как мы будем сделать как мы будем делать лоб балансе на наш веб сервис и так далее если это microsoft то возможно будет более прикладные вопросы по продукт который ты идешь заниматься если ты идешь заниматься офисом ты дед после какой тебе больше нравится наших продуктов в офисе как бы ты улучшил этот продукт и далее снова немножко подписался компании которая продать у тебя связаться что-то о чем это компания что тебе нравится это компания что-то не нравится в идеале как бы нужно быть готовым ответить на вопрос чтобы вам что вам нравится наш продукт как что он не нравится что мы улучшили чтобы сделали присуда хороших такой знак может что чак его интересовская компания имеет свое мнение выскажите новую точку зрения промыш поможешь компании кого как-то поменять свои стратегии там продукты А есть ли какие-то вот ошибки, которые ты замечал у русскоязычных кандидатов, вот типичные, вот условно говоря, я знаю, что компании крупные, они смотрят обычно на soft skills, вот чего не хватает русскоязычных кандидатов, которые только приехали оттуда, то есть они еще не влились в эту профессиональную культуру, есть ли что-то такое, на что нужно обратить внимание? А чего нам не хватает всем, в том числе, допустим, да, это чаще улыбаться, люди напряженные, люди серьезные, ну может немножко расслаблено, улыбнуться, даже на интервью бывает полезно, то есть не напрягаться, так бывает у людей у себя стрессают, и из-за того портят немножко впечатление, то есть это как бы никто, конечно, не принимал внимания, если ты все остальное сделал классно, да, но когда человек приходит, ему полно в стрессе, это не ему не помогает, не у него презентация, не тем, кто с ним интервьюируется, А так, в принципе, мне кажется, наши ребята, они часто, ну и девушки тоже, девушки могут сейчас работать, после времени войти, они часто скромные о себе, они как бы часто приезжают по себе, как бы, какой-то свое мнение, или оценка себя, как бы, хорошая, то есть как бы, бывает, как бы, интереса хорошей идеи, люди, как бы, так, ну, занимают в своем языке, например, как бы, я, они просто почему-то, как бы, так, скажут маленькое замечание, но их не услышали, там, пропустили, они не станут акцентироваться, проговаривать, да, или, допустим, они такие, ну, что вы представляете себя? здесь, как бы, американцы, они пытаются себя слушать, показать, кого они учат. Они себя умеют рекламировать. Они умеют, да. В этом плане, как бы, конечно, лучше не быть таким человеком, который много рассказал про себя, и тебя много чего ожидается, и ты ничего не сделал, как бы. То есть это, как бы, специальный случай. Лучше быть человеком, который, как бы, не стесняется и говорит, что он умеет, как бы, но он отвечает за свои слова, как бы, вот так. А так, в принципе, как бы, все люди, все, все, похоже, да. Перед тем, как ты ушел в свободное плавание, ты еще успел поработать в Фейсбуке. Да. Давай сравним вот эти два IT-гиганта, Microsoft и Facebook. Рабочий процесс, условно говоря, как он устроен? Ну, опять же, большие компании, они неоднородные. То есть ты можешь попасть в одну команду, можешь попасть в другую команду. То есть очень, как бы, как бы, порой сложно сравнивать. Потому что, допустим, я в Microsoft пришел, поработал в двух командах. Я был в офисе, потом привел себя в Bing, в Бэйт-центр. Я видел процесс с двух позиций, да. В Facebook я работал в одной команде, и меня, как бы, сложно оценивать. То есть в моей команде был немножко такой стартап-атмосфера, то есть давай-давай-давай-давай. Там, с утра пришел, поздно вечером ушел. И это, как бы, в принципе, это классный Варман, когда ты, как бы, не знаю, студент молодой, когда у тебя там нет семьи и прочее, ты меня нет семьи. Но все равно, как бы, когда ты совсем молодой, когда у тебя там глаза горят и руки там прям, давай-давай. Это хорошо, но это, на мой взгляд, не очень sustainable, как бы, для того, чтобы long-term, как бы, как и работа, да. Взрослые, как бы, очень хорошо в Facebook сценивают людей, стараются их recreational, то есть, как бы, делать отдых, как бы, их там кормят, безусловно, там, вывод на улицу, там, всякие ивенты и так далее. Все для людей вкладывается. Мне кажется, очень хорошая компания для девелопера, которая прям хочет там горы воротить и так далее. Хотя, судя по моим коллегам, которые там остались, есть разные команды. То есть, есть команды, которые более сбалансированы, work-life balance у них получше и так далее. В Microsoft компания налаженная, у них там стабильные процессы и даже там те команды, которые там что-то работают, мечтут, какой-то такой большой прогресс, у них все равно хороший work-life balance. Поэтому, мне кажется, люди многие остаются или даже идут в конце, как бы, своей карьеры, как бы, такие большие компании, типа Microsoft, чтобы просто там было время на семью, чтобы было время на какие-то свои хобби и, там, увлечения и так далее, на поездки, на путешествия. А чем ты сейчас занимаешься? Сейчас? Я, после ухода из Фейсбука, ну, я просто, опять же, как бы, я понял, что надо, то есть, если я работаю в стартапе, атмосфере стартапа такой интенсивной и так далее, то есть, пробовать нас что-то сделать свое. Потому что, сейчас, пока нет семьи, пока ты, как бы, не завязан на, там, жену, детей и так далее, как бы, пока у тебя не на медицинская страховка, обязательно, там, полное покрытие для всей семьи, гораздо проще рискнуть, как бы, попробовать что-то сделать свое. Потом уже ты, скорее, будешь выбрать, как бы, безопасность корпорации или, наоборот, втянется и поостанется. Я, я занимался, как бы, разными стартапами пробовал. То есть, у меня был проект, мы делали систему автоматизации для приема заказов, там, парикмахер, бьюти-сервис и так далее, чтобы можно было с мобильный телефон заказывать, люди, там, удаленно приезжали и так далее. Просто была такая идея, что вот ниша есть, там, аля, юбер для котиков, знаете, там, сейчас, как бы, популярная тема, что юбер для того, это юбер для всего, там, мы, там, пытались сделать юбер, как бы, так говорится. Потом другой был проект, как бы, ну, это проект мы, как бы, запаузили, остали на паузу пока и отложили. Потом был проект, как бы, еще мы думали, там, сделать, как бы, есть там ниша, юбер оставлял небольшую нишу, и мы хотели под эту нишу сделать, как бы, свою автоматизацию, чтобы могли, как бы, таксопарк и лима-сервис и так далее, сделать какой-то агрегейтер-сервис и работать с ним. То есть, ну, поскольку юбер давит все остальные компании, то есть, таксопарк, они выбирают, как бы, у них, как бы, нету единого интерфейса, у них, как бы, ужасненькие приложения мобильные и так далее. Мы хотели сделать агрегатор, который, как бы, объединит их все, и просто, как бы, как вариант, как бы, дополнение к юберу этого, или потом продаться юбер и так далее. То есть, есть компания, которая уже занимается. Тут момент, как бы, когда мы делали ресурс, это два года назад, как бы, компании было всего несколько, они только выходили, только начинаю пробовать, там, в одном и другом городе, и было интересно, как бы, в Мали зайти, как бы, то есть, мы сделали прототип, и, ну, к сожалению, на этой стадии, как бы, то есть, мне нужно было уже человека, который занимается продажами, и, там, мой партнер был очень взаимный, как бы, и продажи не получились, как бы, то есть, мы не нашли, как бы, там, клиентов с концентрироваться, и я такой, окей, будем ждать, как бы, лучше погода, ну, в общем, проект отложим. А сейчас я в итоге, я буду начинать малый бизнес-проект, как бы, совершенно, казалось бы, неотносящийся к программированию и так далее, но для меня, как бы, он, казалось, предусекается, это escape комната, квест-команты, так называемая. Чем мне понравилось, потому что у меня есть партнеры, русскоязычные ребята, которые здесь делают, в общем, есть две группы людей, которые русскоязычные делают квесты, действительно, я с обоими знаком. Так вот, сейчас, как бы, квесты, сейчас они автоматизируются, сейчас они очень делаются умными, интересными, то есть, там, сенсоры, там, есть, как бы, микрокомпьютеры, ордопайр, ордопайр, в которых ты делаешь автоматизацию. И мне, мне удалось помочь одной из команд, как бы сделать технику, запустить, разобраться, как там встроен электронник, и написать софт для этого дела. И я никогда до этого не работал с Hardware, то есть, я никогда не работал с железками, с электроникой, то есть, я программист всегда занимался, как бы, такими воздушными замками, можно говоря, то есть, как бы, чем заниматься программистом, строить воздушные замки, то есть, их нельзя пощупать, да, но что-то работает, что-то интересное делается, да. И мне всегда было интересно, но, опять же, я большая часть своей карьеры занимался букендом, и мне всегда было интересно, ну, как же, вот эту, как бы, начинку, там, умной, как бы, часть, как бы, софт, как бы, как оживить, как бы. И тут, как кажется, есть такая ниша, такой сегмент, который продается. Ты делаешь электронику, собираешь из компонентов для разбрипа или ардуино, или там сам что-то сотворишь, и автоматизируешь при помощи кода, например, на питоне, в другом языке. И это работает, это живое, и люди получают удовольствие. И мне это очень нравится. Я очень долго проработал в бэкэнде. Мне нравится видеть что-то, что живое. Можно пощупать руками, видеть живое. И плюс мне хочется поработать немножко с кастомерами, то есть кастомер-фейсинг-бизнес иметь. Потому что, опять же, когда ты работаешь в бэкэнде, твой кастомер – это твои фронт-энд инженеры или другие инженеры. Одни технари, другие на технарям. Оно интересно, но хочется что-то нового. Я понял, что эта ниша – это малый бизнес, это не будет считаться стартапом. Это малый бизнес, но он будет хорошо интересен для порядка причин. Но при этом есть еще несколько стартапов. Один из стартапов – это Booking System. Но поскольку, во-первых, для себя нужно иметь такую систему ведения заказов и так далее, а есть решения на рынке, существующие решения на рынке, они достаточно дорогие, они порой не самые оптимальные, порой достаточно косолапые и так далее. В принципе, ничего сложного написать в свою систему для Booking-то нет. А пультовая, написав такую систему, ее можно продавать как сервис. Это интересный продукт, но это уже как стартап, то есть это может пойти, не пойти. То есть, как бы, какой-то семье может оплатить себя, и этим, как бы, окупить, то есть, ну, за то, что мы сами будем используем, купить себя, как бы, и вложения отобьются. Но, взрослый, как бы, это, возможно, проект, который будет заскейленный и будет не только в Америке, где-то еще в другом месте продаваться. Мне нравится, что сейчас я вот, наконец-то, после, там, нескольких лет не работаю в большой компании, я, наконец-то, сбалансировал свой график, научился сам с собой своим временем управлять. Ну, вот, расскажи, какой у тебя график? Типичный день для тебя. А, типичный день, ну, в последнее время у меня, опять же, по квесткам, там, у меня есть команда, которая удаленно у меня помогает, там, девушки-ассатанты, как бы, находятся, живут в Украине, как бы, где девчонки очень классные, очень толковые, они помогают мне делать ресерч. С ними я созвонюсь в 9-10 утра по местному времени. То есть, я должен проснуться, я должен проверить, как бы, что эта работа сделана, как бы, должен созвониться. Мы обсуждали где-то порядка полчаса-часа, что было сделано за день, как бы, что, какой прогресс, где нам нужно доработать как бы, как я отдам в trzeba еще стоять и так далее. То есть, это полки хвостам. Дальше есть все удаленные люди, то есть, есть, как бы, бакин-программист и охранной программист, который еще не начал работать, но скоро начнет, по букин-системе. Для них, собственно, тоже составит план, как бы, график и так далее. А дальше, как бы, у меня есть, как бы, мои задачи. То есть, ну, условно, как бы, у тебя есть, у меня есть полная свобода, как бы сходить в спортзал, сходить, как бы, сейчас погода хорошая, насладиться, на великах кататься и так далее. То есть очень приятно, когда ты не привязан к графику работы, тебе не нужно отпрашивать, забрать больничную и так далее, чтобы поехать кататься на лыжах, когда есть хороший снег или в классной погоде поехать на великах кататься. Это большой плюс. Допустим, два раза в неделю сейчас я беру класс по китайскому, я решил изучить китайский, неожиданно для себя. А до этого у меня было два других класса в неделю по бухгалтерии. То есть я просто, поскольку я малый бизнес или стартап, и так далее, то нужно разбираться в бухгалтерии. Сейчас я почувствую вкус ведения бизнеса своего, поиск помещения, поиск правильных людей, как правильно договор оформляется, какие вещи важны, как лучше планируют финансы, как планируют стратегию и так далее. И мне это интересно. То есть я прям чувствую, как меня это увлекает. И это новая сфера для меня. То есть программирование в какой-то степени, особенно, то есть долго занимаясь разработкой, оно в какой-то степени начинает повторяться. То есть есть, понятно, новая библиотеки появляться, особенно, там, сифронтен и так далее. То есть постоянно, как-то новую выходит, новые технологии и так далее. Но в какой-то момент ты видишь эти паттерны, и ты понимаешь, что ну да, мы сейчас делаем такой деплоймент такой, до этого делали такой деплоймент, то есть там раньше по скриптам деплойались, потом сейчас пришли контейнером деплойаться, до этого еще писал систему автоматизации для деплоймента в микрософте, то есть там тоже было интересно. Но оно в каждой сфере более-менее начинается паттерн, повторяется, ты просто берешь, как бы немножко по-другому делаешь и новым названием выпускаешь, да. Спасибо тебе, во-первых, за то, что ты поделился своей такой интересной историей, профессиональным опытом, во-вторых, за живую подачу, отличная. Напоследок хочется услышать от тебя советы для тех людей, которые находятся еще по ту сторону океана, какого-то из океана, да, и смотрят в эту сторону и хотят попробовать свои силы в американских компаниях, может быть в стартапах, может быть в крупных компаниях, что ты можешь посоветовать этим людям? Ну, в первую очередь надо пытаться, то есть надо находить, находить кому-то, послать свое резюме, отправить свое резюме правильным людям. Если нет в компании свой контакт, который можно отправить резюме, сказать, что вот я такой-такой-такой нахожусь здесь, у меня какие-то навыки, чтобы они вас увидели, да. Но бывает такое, что лучше через реферал сделать, если кто-то человек уже работает в компании, и он может подать ваше резюме, и ваше резюме будет увидено. Самое главное, как бы, не сомневаться, что вы это можете. Вы совершенно можете, то есть если у вас, вы работаете в России, или в Украине, или где-то там, на СНГ, и у вас уже есть технический опыт, то вы, скорее всего, здесь тоже сможете устроиться на работу. То есть это то, что меня останавливало какое-то время, я думаю, ну, это для каких-то гигантов и так далее. Нет, совершенно для обычных людей, которые просто умеют разбираться и так далее. А дальше, конечно, надо знать, что вы будете делать здесь, какие вы навыки хотите продать. То есть, как бы, допустим, если вы в бэкэнд программе, если вы там, как-то сервисом заниматься, вам нужно знать, если вы плюс, там, джава, например, да, как бы, там, инструментарий, да, если вы фронт-энд, ну, соответственно, вы должны современные, там, Angular, React, JS, там, Vue, JS и так далее, быть в курсе, что это такое, как мне пользоваться. То есть вы должны знать свою сферу. То есть, как бы, иначе вы приходите на интервью, и вам задают вопрос, а вы такие, вау, вау, ну, туда-ди сюда, как бы. Ну, надо, конечно, быть готовым к интервью, в плане того, что, как бы, алгоритмом. То есть, как бы, очень часто, очень многие компании все еще, как бы, делают большой акцент на это, как бы, ну, в принципе, правильно, на мой взгляд, как бы, а делают акцент на алгоритмы, чтобы убедиться, что человек умеет думать и умеет писать код, как бы, то есть, ну, надо о чем-то поговорить, это хорошая такая база для беседы, то есть, как бы, чтобы посмотреть, насколько человек технически эрудирован, как бы, насколько вы можете, там, взять один алгоритм, как бы, немножко переделать его, приспособить к условиям задачи, потому что берут какой-нибудь классический алгоритм, и под него задача подбирают, как бы, или, как бы, задача еще похожа на типовое написание кода, типовое алгоритм написания. Соответственно, дальше, как бы, ну, отправить свое резюме, ответы. Безусловно, нужно какой-то минимальный английский. То есть я не очень сильный, как в моем опыте, я как бы, допустим, пришел, у меня был очень лом на английский, и я такой, вау, вау, я не пройду. Ну, казалось, наверное, совершенно нормально. То есть не сомневаться в себе, отправить резюме. Самая главная вещь. Спасибо за советы. На этом у нас все. Встречаемся в следующем выпуске. Не забудьте поставить лайк мне и Михаилу здесь. Виктория. Встречаемся в следующем выпуске. Всем пока. Все хорошо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok